Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ужесточила контроль за соблюдением противоэпидемических требований в людных местах, сообщает пресс-служба правительства ЛНР. Жители республики должны соблюдать масочный режим и дистанцию в 1,5-2 метра в объектах торговли, транспорта, культуры, спорта, образования, здравоохранения и других местах с большим скоплением людей. Об этом говорится в протоколе заседания комиссии. К работодателям, которые не обеспечивают соблюдение противоэпидемических требований, будут применены меры административного воздействия. В связи с ухудшением эпидемической ситуации, ЧСПК рекомендовала Минздраву провести внеплановые проверки в торговых центрах и супермаркетах, в учреждениях сферы досуга. Также Министерству здравоохранения ЛНР поручено разработать обязательство предупреждения для жителей, которые болеют новой коронавирусной инфекцией в лёгкой форме и находятся на лечении по месту жительства. Таким гражданам необходимо строго придерживаться режима изоляции на дому. Кроме того, ЧСПК рекомендует вести дистанционное обучение в школах, училищах и вузах, если противоэпидемические требования не будут соблюдены в образовательных учреждениях в полном объёме. Также на территории республики по-прежнему действует запрет на проведение массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек. Из-за ухудшения эпидемической ситуации могут быть введены новые ограничения. О ситуации с заболеваемостью вирусными инфекциями, в том числе и COVID-19 в Красном Луче, рассказал заведующий эпидемическим отделом городской санстанции Алексей Семешко. «Надо отметить, что четвёртая волна заболеваемости коронавирусом продолжается. За прошедшую неделю зарегистрировано 238 случаев, в том числе три случаев среди подростков. На категорию возраста 65 и старше приходится 60 процентов. По-прежнему женщины болеют чаще мужчин. Зарегистрировано 17 семейных очагов и, к сожалению, 14 смертных исходов. Сентябрь явился пиком заболеваемости. Зарегистрировано всего 528 человек. Это почти 50 процентов от количества всех заболевших. В нашем городе, вы знаете, были предприняты усилия на прошлой неделе рейды представителями санстанции, ОВД, представителями администрации. К сожалению, трёх водителей пришлось оштраховать за то, что они не требовали от пассажиров маски. Хотя были такие случаи, когда автобусы были остановлены и водители просили выйти или покинуть автобус. Также проверялись общественные места, в частности, в местах торговли, магазинах. Здесь ограничились профилактической работой, предупреждением работников торговли, которые стояли за прилавками. Их убеждали, просили требовать обязательно от покупателей маски. Я должен сказать по собственному наблюдению, что имеются положительные результаты. Необходимо продолжать дальше, чтобы можно как-то было контролировать заболеваемость в нашем городе с помощью тех профилактических мер, которые предусмотрены в сагитарном законодательстве. Их никто пока не отменял. В Софиевском продолжают благоустраивать территорию посёлка. В прохладный, но погожий солнечный день 1 октября сотрудники отдела по обеспечению жизнедеятельности провели субботник в Центральном парке по улице Гагарина, сообщает городская администрация. Участники субботника вырубили молодую поросль в парке, убрали мусор и сухую траву. В Софиевском ОПЖД призывают односельчан соблюдать чистоту на улицах. Ежегодно 5 октября в Луганской Народной Республике отмечается День работников образования. Накануне профессионального праздника педагогов Красного Луча чествовали во Дворце творчества детей и юношества. Лучшие из лучших получили благодарности Министерства образования и городской администрации, грамоты Управления образования. Торжественную церемонию награждения дополнили концертные номера в исполнении коллективов Дворца творчества, Дворца культуры и Центра культуры. Подробный сюжет о мероприятии покажем в день праздника 5 октября. Государственным дошкольным образовательным учреждениям Луганской Народной Республики Братово Министерства образования и наук. Братово Министерства world crispy Ты здесь стал ярче и прекрасней, Улыбки и радость выше звуки смелости. Сколько дали вы уроков, Сколько вы измерили дорог, Лишь в одном уверенном локом, Жизнь для вас один большой урок. Более трех тысяч школьников присоединились к благотворительной акции «Грани добра». Ее приурочили к Международному дню пожилых людей. К этой дате ребята изготовили праздничные открытки и рисунки, вручили их ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам педагогического труда, слушателям университета третьего возраста и не только. В Красном Луче международный праздник имеет свои традиции. В этот день школьники уделяют особое внимание пожилым людям, помогают им по хозяйству, расспрашивают о прожитых годах. Учащиеся УВК номер 5 «Перспектива» записали к праздничной дате видео поздравления. Кроме того, вместе с родителями и учителями ребята собрали продуктовые наборы, которые вручили одиноким пожилым людям и ветеранам труда. За прошедшую неделю в Красном Луче родилось шесть детей. Об этом сообщает сайт городской администрации со ссылкой на главного врача перинатального центра Наталью Шутенко. С 27 сентября по 3 октября родилось четыре девочки и два мальчика. Всего с начала года в Красном Луче на свет появилось 249 малышей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова